Я всегда все скейтерские падения переживаю на своем, знаешь, теле. Я, когда был малой, ой, как мы фильтровали базар. Слушай, у меня даже остался рубец моих катаний, видишь? У меня очень много таких рубцов. Малышка, тут такая тема. Вот у нас сейчас несется этот вот лютый движ. Интересный подкаст. Интересный подкаст. Слушай, я бы тоже, наверное, на твоем месте. Если бы я был на твоем месте, я бы смело брал. Но я-то могу себе позволить. Я ж тебя в гости позвал к себе. Можешь брать с опасением. Ты, кстати, интересную фразу сказал в момент того, как мы смотрели скейт-падение, что это формирует мужественность у мальчиков маленьких. Я убежден в том, что, по крайней мере, меня скейтбординг взрастил музыкально, когда ты смотришь огромное количество профайлов. Там такой муззон всегда был просто невероятный. Бейкер 3, Zero New Blood. Ну, в общем, там огромное количество муззла, которые, правда, формируют твои какие-то такие интеллектуально-музыкальные вкусы. Так же, как низфоспит андерграунда. Там были продиджи, по-моему, да? Там классная муззация, да. Расскажи, кто тебя на скейт поставил? На скейт поставил? Не знаю. Я как будто просыпаюсь, открою глаза и понимаю, что мне нужно на скейте кататься. Мне было лет 10-9. В нашем городе никто не катался на скейте, вообще никто. Скорее всего, наверное, я увидел в компьютерном клубе, ну, типа, как я развлекался в детстве. У меня денег не было ходить в компьютерные клубы, но ходить туда посмотреть, пока туда не выгоняли, можно было ходить смотреть, как люди играют. Я ходил, смотрел, я видел, как играют что-то Тони Холк про скейтер. Еще три, еще три сначала. Четвертый я уже играл, вот. Третий я еще смотрел и немножко иногда даже играл тоже, вот. И вот, собственно, я смотрелся, и как-то был какой-то товарищ, товарищ, одноклассник, у которого был скейт, а у меня каким-то образом был велосипед Тиса. Был такой велик, короче, советский. Нет, это Бэм. Слушай, может быть, там Пэгги припадал. Нет, это то, что было похоже на Бэм максимально, но не Бэм. Был еще Кросс, похожий на Бэмек русский. Да? Да-да-да, была такая тачка, будем называть вещи. Не знаю, в нашем городе все великое, которое я помнил, был типа Чайка, Тиса, и, кажется, Украина называлась просто, велосипед упыщенный такой большой такой, на котором мы под рамой катались. Вот. Ну, собственно, я, у меня друг сказал, можно на твоем велике покататься, а тебе дам скейт? Я такой, вау, давай, скейт. А у него скейт был тоже советский каштан. Вот, но я начал гонять на его скейте. И когда мы проезжали мимо дома еще одного нашего одноклассника, он такой из окна, эй, пацаны, вы что, куда? Говорю, мы кататься, можно с вами? Ну, давай. И он вышел, а у него скейт настоящий, такой, типа, американский, типа, ну, с конкейвом. С конкейвом, да, с конкейвом, с концами, да, типа. И мы такие, вау. И я тогда попробовал на его скейте, ну, и все, потому что я очень хочу кататься на скейте, и ну, все, понеслось. Когда я договаривался с твоими барышнями, которые отвечают за твой менеджмент, так скажем, мне дал телефон мой коллега с нового радио, к которому вы приходили записываться в нашу живую студию. Во-первых, как тебе живая студия нового радио? Очень классно, все там по-людски для музыкантов, ну, то есть не на отъебись, нормально, все четко. Во-вторых, мне сказали, что Мельковский пришел с фингалом. Я такой думаю, опять? Серьезно? Так часто фигурируют какие-то побои в твоих инстаграмах, в твоих сторисах, вообще в твоей жизни? Ты конфликтный человек или кулак сам просто? Не, я просто... Я... Смотрите, если бы я был сейчас, жил в своем городе, и времена, когда я был подростком, то мне бы не спрашивали, конфликтный я человек и почему у меня, что у меня с лицом. Никто бы все бы... Никто бы не обращал внимания, это было бы нормально. А здесь, вот в Москве, где все привыкли очень много говорить, очень много, типа, говорить громких слов, и при этом всем кажется, что ничего за это никогда не произойдет, не происходит. Здесь мало кто действительно выясняет проблемы так, как я. Как ты выясняешь проблемы? Ты любишь подраться, или ты просто топишь за то, чтобы мужчина нес ответственность за свои слова? Исключительно. Исключительно я топлю за то, что нам нужно нести ответственность за сказанное. Здесь мы настолько пришли как бы в цивилизованном мире. Почему я говорю в Москве, я говорю, что это столица, да, тут же культура как бы на высшем уровне должна быть, ну, правильно, так оно и есть. И все здесь настолько стремятся к образованности, к осознанности, к просветлению. Очень много разговоров о росте культуры и всего такого, и о свободе слова, и о том, что... Ну, рамки стираются всего, то есть путем того, что мы хотим все стать ультра-объективными, мы теряем какую-то личность, какой-то характер, то есть мы плаваем везде. Я уверен в том, что это интернет очень агрессивен, и в принципе именно эта среда стерла грань. Интернет, да, интернет стирает грань. Сейчас человеку проще выйти в прямой эфир в Инстаграме, сказать какое-нибудь дерьмо, написать про кого-то пост, где-то высказаться вместо того, чтобы просто решить проблемы вживую, встретиться, сказать, ты знаешь, у меня... Осталось к тебе что-то, у меня накопилось по отношению к тебе, давай это выясним тихонечко, но нет, видишь, все начинают почему-то хайпить на каких-то странных вещах. Да, это ужасно, особенно молодежь, конечно же, которая вообще сидит в интернете, пишет кучу гадостей, и это все до первого действительно столкновения с человеком, который не позволяет говорить гадости, который считает, что за слова нужно отвечать. То есть я, когда был малой, ой, как мы фильтровали базар, но это же просто... И реально, если ты скажешь на кого-то что-то, просто кому-то где-то в одном районе, об этом узнает потом в другом районе, обязательно, обязательно обо всем все узнает, и за свой базар просто, который ты даже, типа, вскользь сказал о ком-то, придется отвечать сто процентов. Нельзя было просто кого-то за спиной обсуждать и говорить какие-то гадости, ты точно будешь за это отвечать. И мы за это отвечали всегда. Есть ли где-то здесь искренность? Или это совершенно не искренняя история? Потому что, ну, лично я по своим убеждениям могу тебе сказать точно, что я за честность. Когда, опять же, ты говоришь человеку в лицо, то, что ты думаешь, я к этому пришел, естественно, не сразу, потому что у меня... И у меня были промахи, и я тоже мог за спиной кому-то что-то, знаешь, нелицеприятное сказать, потом об этом человек узнает и говорит что-то про меня. И до сих пор слухи распространяются, тебе ли не знать. Как считаешь, есть ли вот этот вот тонкий момент честности и искренности, и как к нему прийти вообще в таком изобилии информации в интернете? Ну, во-первых... Ну, не драками же. Нет. Ты от того, что ты потерешься человеком, отвечай за свои слова. Он все равно не будет за них отвечать, потому что он ничего и не поймет, собственно. Ну, как бы то, что я... Мои методы того, как я смотрю на эти вещи, это мои личные методы и мое личное видение ситуации, которое формирует мою, опять же, личность и мой характер. Я, типа, становлюсь таким человеком, которым я являюсь. Я не предлагаю всем как-то... Я не предлагаю всем фильтровать слова свои либо всем драться. Можете врать и говорить за глаза, и можете никогда не драться. Можете ничего не делать. То есть это мой личный путь. Но я считаю, что как бы много сказанного сгоряча или еще как-то. Потом люди за это сказанное, когда их просят ответить, они говорят, что я не хотел этого говорить, либо я был необъективен. Но они начинают оправдываться очень часто, правильно? И вообще, в принципе, ты вот говоришь о человеке, которого ты не знаешь, у тебя есть мнение, сформированное на каких-то слухах, либо на увиденном в каком-то одном видео, либо еще на чем-то, да? То есть просто какое-то такое вот мнение. Ты же не в его шкуру не залазил, правильно, в его ботинках не ходил, но уже что-то о нем говоришь. И часто такое оказывается, что ты потом встречаешься с этим человеком, о котором ты говорил за глаза, не до конца зная ситуацию. А потом ты узнаешь ситуацию, тебе просто-напросто стыдно за то, что ты говорил такие вещи. Даже со мной такое, честно говоря, случается, и я тоже испытываю этот стыд. Ты извиняешься за свои поступки? Да. Я прямо говорю, слушай, чувак, я тебе так херово говорил, я прямо вот так вот думал, а оказалось, что ты нормальный человек. И со мной реально такое часто бывает. И я действительно тоже часто вспыльчивый и несу глупости. Но я, слава богу, у меня хватает мозгов говорить это, знаешь, самим собой, или в кругу самых близких друзей, которые знают, что я иногда дурачок, именно несу дичь. Но я стараюсь не высказывать, опять же, в массы не нести лжеслухи какие-то. Вот. У меня бывает свое мнение неправильное о человеке, но даже когда я подумал о нем плохо и думал о нем, даже никому не говорил. Но если я его встречу, я скажу, чувак, я такую дичь о тебе думал, я был неправ. Это что? Это мое. Лично. Да. Было больно? Нет. Кому-то было больно, да? Было забавно. А ты знаешь, это как первое правило тайского бокса, когда ты приходишь на первую тренировку, если ситуацию можно решить словами, начинай драку, реши ее словами. На самом деле, я пытался решить эту ситуацию, даже вот эту ситуацию, я очень хотел решить словами, и я ее очень долго пытался решить словами. Мне достаточно было просто, чтобы человек искренне как бы ответил за свои действия. У меня была такая ситуация, я примерно понимаю, о чем ты говоришь, и ты ждешь от человека какого-то действия, признания в своих часиках. Да, я именно просил признания. Совершенно верно. Я просил его, я прям стоял и говорил, ну, нафига. А потом ты думаешь, что я тут стою, выпрашиваю у тебя. Да, да. На пощам. Был дел, было. Ну, такое. Это очень тонкий момент и важный момент. И знаешь, что самое главное? Он потом сказал то, что я просил его сказать. То есть ему надо было, клеща? Нужно было, вот мне, к сожалению, мне непонятно. Многие люди воспринимают то, если они признают, что они совершили какую-то ошибку и что им, не дай бог, придется извиниться, то это будет колоссальное поражение их личности, их гордости. Да. Хотя на самом деле, ведь наоборот, если ты признаешь свои ошибки, ты становишься сильнее и круче. И особенно, если ты обидел слабого. Вот ты обидел слабого, я тебе говорю, зачем ты обидел слабого? Никого я не обижал. Если ты извинишься перед слабым человеком, ты же только сильнее станешь, правильно? А что ты отстаиваешь? Много людей отстаивают что-то, и мне кажется, что быть сильным и крутым можно только тогда, когда ты стоишь на своем уперто, как бык. Но ты тогда не как бык, ты только как дурак. Потому что бык, который бы случайно там задел что-то, я говорю, конечно же, бык, наверное, не умеет разговаривать, но это же, например, метафора, да? Он бы если задел, сказал, а, ну да, задел, блин, извини, и все. И что, он от этого меньше стал? Или менее бык? Нет. Нет, просто он признал свою какую-то ошибку? У меня часто случается такая косячная ситуация, когда я читаю текстовые сообщения с определенной интонацией. И опять же, восприятие нарушается. Когда мне человек пишет, я думаю, что это у меня так пишет? У меня с этим тоже большие проблемы. А на самом деле, человек вообще это не имел в виду. И у меня такое бывает тоже, когда я кому-то пишу, и мне говорят, а что ты так разговариваешь? Я говорю, как я разговариваю? Просто я не поставил в конце скобочку, с улыбочкой. Ну да, я восприняла или воспринял это не так, как надо. То же самое с людьми в реальной жизни. Вот, допустим, я понимаю, что тот же самый Нойз, МС, очень крутой. Невероятно крутой. Он прям профессионал, музыкант, талант. Но я смотрю на него, и вообще ничего. Чего? Я вообще ничего не чувствую. Вот он вот не нравится мне, и все, я ничего не могу с собой поделать. Вот то же самое, Регина Тодоренко есть такая прекрасная девушка, она и поет, она и ведет, и все на свете. Ну, я смотрю, вот неискренне, мне кажется, и все. И вот у меня просто какое-то сломанное восприятие. Ну, блин. Если я с ними познакомлюсь, я изменю свое мнение, но ничего с собой поделать пока что-то не могу. Такое бывает. Но мне, ну, Нойз и Регина для меня разные, конечно, очень сильно люди. Но восприятие все равно, вот я чувствую внутреннее. Ну, я просто, понимаешь, Нойз, он никогда не пытался как-то вот внешне о себе заявить, внешне покорить зрителя, ну, с визуальной стороны. Даже и песни, даже и песни. Я понимаю, что это круто, я понимаю, что это профессиональный опыт, мимо кассы. Ну, может, это просто не твое, но мне наоборот, но как раз нравится то, что вот этот человек никогда не пытался залезть каждому потенциальному слушателю в душу, чтобы заманить его на свою сторону. Ему абсолютно всегда было все равно. Я его слушаю очень давно, и именно это меня в нем восхищает. И вот, например, участие на этом Версусе, кажется, Да, было. Баттл, да? Было. Где действительно я не выкупаю. Все готовят какие-то стихи и читают их. Это даже не рэп, на мой взгляд. Но типа, если уже это типа акапельно, не подбит, то хотя бы фристайл. И Ноэз единственный вышел и фристайл, и я считаю, что как бы он там на каком-то вялом он был, не был. А там была какая-то странная ситуация, насколько я знаю, у него что-то тоже лично случилось. Что-то у него произошло, да, но я считаю, что его раунд все равно самый крутой из всех, просто потому, что он фристайл. И вообще, мне кажется, что рэперы не догадываются о том, что фристайл это великая сила и действительно огромная визитная карточка любого рэпера, потому что читать в принципе заготовки под музыку либо без могут все, и даже блогеры ему в этом уже выяснили, да? Да, приветик Альдару Джарахову и Юрию Хованскому. Кстати, Джарахов очень достаточно достойно читает, я не могу сказать, что он... У него целый концерт. и он изначально всегда был связан с музыкой, вот. Вот, такая тема. У тебя так часто уведомления приходят? Тебе много пишут людей? Да, мне много пишут людей, а сейчас мне просто... Малень. Что там, серьезное что-то? Нет, один канал в Телеграме, который постоянно присылает смс-ку, чтобы я выпрямил спину. Этот Телеграм-канал называется «Девочки, которые пришли помогать». Нет, не, клянусь, он так и называется «Выпрями спину». Об этом не говорись. Вот смотри, вот видишь, выпрями спину, он мне пишет «Спину выпрямил». Я слышал про этот Телеграм-канал, он офигенный, да, он мне ослышал всегда эта проблема. Он реально работает. Он работает. А ты занимаешься чем-то? Плаванием, йога? Нет, только скейтбордингом. Как скейтбординг? Ты когда делаешь шорлеры, даже приседаешь, вот так ты делаешь с ровной спиной. И я такой, да, я собираюсь делать трюк, и мне приходят свои уведомления, и я такой, бля, и упал. Рекомендую попробовать порастягиваться в этом что-то есть, если, конечно, ты находишь время. Я вообще деревянный. Вот, затекшая поясница, наше все, да, людям, которых нет еще тридцати годов, они уже кое-как двигаются. Не замечаешь, что вес мужского слова стал неосязаем в принципе, что ты сейчас крутой, если ты что-то запостил интересное в Инстик, если ты что-то такое невероятное выложил, помирился с кем-то яйцами, а когда доходит до дела, то ты помнишь, вот, за что ты горд, за какой свой последний поступок, ты можешь сказать, вот прям, конечно, о таких вещах не говорят, как, знаешь, о благотворительности, то же самое, лучше, лучше об этом не говорить, но, тем не менее. Тогда мне не о чем говорить. Ты за что-то говоришь, ну, не знаю, бабушку, может, перевел через дорогу не так давно. Не, на самом деле, честно, я не хочу об этом говорить, потому что все, что я делаю, станет показухой какой-то. Ну, я скажу, что, ну, сказать, что я, получается, этим не занимаюсь, я не могу, потому что я каждый день этим занимаюсь, и так складывается. Скажу так, у меня есть возможности, и глупо ими не пользоваться, даже бездушно было бы ими не пользоваться. Какие возможности? У меня есть аудитория, и я являюсь для кого-то, может быть, интересной личностью, которая могла бы порадовать как-то, да, соответственно, я могу, я могу расписываться на гитарах, записывать видео, поздравления, играть в какие-то песни, отсылать видосы просто каким-то людям, либо даже в те же, ну, какие-то организации, которые занимаются, да, благотворительностью, или еще что-то. То есть я могу просто помогать словом, своим просто вниманием, ну, как бы, ведь люди слушают, им прикольно, чтобы Женя Мельковский там что-то им передал, сказал, да, куда-то приехал. Я могу это делать, и это бесплатно вообще, даже денег не занимает, правильно? То есть если я могу это делать, то я с удовольствием это делаю, и я это делаю. Вот, так же, если я, ну, скажем, я не буду говорить то, что я делаю, просто говорю, почему бы и не делать, а я делаю. Такие вещи, потому что могу просто. И, например, тоже те же деньги, которые я зарабатываю там на концертах. Мы часто, иногда, когда у нас есть какие-то проблемы, которые касаются наших знакомых-знакомых или еще кого-то, мы создавали фонды всякие, мы иногда на концертах собирали специально деньги на решение каких-то проблем. Иногда мы даже коробку просто создавали, которая, ну, чтобы люди в нее китали деньги, да, на какую-то проблему. А этот вот бумеранг добра, он возвращается обратно? Мне все равно. То есть ты не делаешь это ради того, чтобы что-то сделать? Я делаю это, потому что я могу. Я просто, когда... Могу или хочу? Хочу. Я считаю, что это вообще, ну, типа, без этого жизни нет, смысла нет. Мы все друг другу должны помогать, потому что мне тоже когда-то кто-то помог. Мы всегда, ну, мы же не живем исключительно сами, и нам никто не помогает. Нам всегда кто-то где-то подсаппортит. Когда нет лаве, там кто-то какую-то подкинет копеечку, кто-то покормит, правильно? Было такое у всех? Не знаю, может, не у всех. У меня было 100%. У меня в детстве кто-то меня всегда оббыл, ну, то есть у меня никогда не было денег, но кто-то мне отдавал свои старые ботинки. Кто-то же отдавал мне свои старые ботинки. Кто-то меня кормил когда-то, когда у меня не было денег. Кто-то у меня, когда я уже там перебирался в столицу, или еще кто-то меня подкидывал какую-то соточку, чтобы я там, ну, поховал. Ну, то есть всегда были такие люди. Ну, у меня были, и я им очень благодарен. И я всю жизнь был без денег, а сейчас у меня появились какие-то деньги. И мне там иногда пишут люди, не иногда, а каждый день пишут люди о том, что они нуждаются в какой-то материальной помощи, например. Кому-то какие-то проблемы. Просто элементарно мне пишет там же женщина, говорит, у меня нет отопления в доме и нет денег на уголь, например. Вопрос доверия. Ты насколько часто проверяешь, правда-неправда, есть ли смысл? Потому что ты же должен захотеть помочь этому человеку. Сейчас я расскажу. Я безусловно именно я стараюсь как-то чекнуть это все. Чаще я смотрю в основном на... Мне легче понять, что этот человек мне не врет, когда я понимаю, что до этого он мне писал просто какие-то штуки про музыку, репостил какие-то мои видео, делал ковера. Я захожу, понимаю, что этот человек давно за мной следит, и он мне писал, типа, о, Женя, классная песня, а теперь он пишет, Женя, у меня проблема. И я понимаю, что, скорее всего, вот так мне легче понять. Иногда, когда я ни хрена не понимаю, я прошу документы какие-то все-таки. Потому что обмана много очень сильно, реально много. Но я сейчас расскажу все-таки свою мысль, доведу, почему хочется помогать и почему это круто. Потому что если есть деньги, хоть какие-то, а у кого-то их вообще нет. Опять же, та ситуация с углем. Я скидываю деньги, ну, для меня сравнительно небольшие. Человек мне говорит, я купил угля на всю зиму на эти деньги. И я понимаю, что всю зиму у человека будет теплый дом, вот, а мне что, от меня не убудет. Ну, я же, у меня отопление есть, правильно? И я считаю, что, ну, вот что может быть круче, да? Чем вот возможность делать такие штуки. И поэтому, ну, для меня это, допустим, я хочу этого, потому что я чувствую, что в этом является смысл какой-то человечности. Не знаю, это... Это действительно вносит смысл в мои действия. И что, и что, получается, я просто музыкант, который поет песенки, а зарабатывает себе деньги, строит студии, тачки покупает. И, типа, просто я крутой? В этом смысл? Не знаю, нет. Как раз смысл в том, чтобы этой музыкой делать мир лучше, как-то и помогать. Ты затронул тему своих поклонников и слушателей. Нет ли у тебя ощущения, что люди, которые любят твою музыку, я сейчас говорю, опять же, про свои наблюдения со стороны, взрослеют, перестают слушать нервы, приходит новая аудитория. У тебя постоянный цикл и текучка. Такого ощущения нет? Ты не замечаешь это на концертах? Есть ли люди, которые выросли и до сих пор ходят? Есть люди, которые выросли и до сих пор ходят. Мы недавно были в Твери, и говорят, у нас встреча с фан-клубом. И мы такие, ну, прикольно. Обычно фан-клубы, девчонки молодые, такие, ну, в смысле, мелкие вообще, да, школьницы. Это им по приколу, конечно, они вырастают, потом забывают про всякие такие штуки. И мы встречаем фан-клуб в Твери, а там выходят такие девчонки, такие прям взрослые, красивые, высокие, выше меня на две головы. Я такой, ну, нормальный фан-клуб, думаю, неплохо, прям такие четкие, такие подружки. Я такой, о, классно. Говорит, мы в семь лет уже с вами, приятно. А ты ловишь себя на мысль, что, ох, вот эти девчонки, ох, будь я посвободнее, я бы сейчас... Ну, это мысль, она преследует каждого мужчину всегда, я думаю. Ну, типа, она такая достаточно, она, смотря, какой характер она несет. Иногда она такая, ух, типа, вот, девчонки, и все. А иногда ты поймешь, ух, девчонки, я так хочу, я не знаю, что выбрать мне, мою девушку, или вот эту разгульную жизнь, что делать, нужно принять решение, как мне плохо. Вообще есть подозрение, что люди рано или поздно начинают хотеть других людей. Ну, вообще, в принципе, все. Если бы была возможность на планете изменить, и никто бы об этом никогда не узнал, то каждый бы ей воспользовался. Что думаешь? Блин, я думаю, что... Ты бы смог так сделать, ну, как бы, у тебя и на душе хорошо после измены, и все в порядке, и никто не знает. Я думал миллион раз об этом, и, естественно, как и любой нормальный мужик. Почему мужик? У девочек то же самое. И девушки, да, но я имею в виду, что я же могу думать все-таки по-мужски, потому что я не девушка, чтобы их понять нужно, как бы... Это было бы странно, если ты сейчас в чем-то признался. Да, было бы очень сложно думать все-таки по-женски, но я могу и по-женски думать, конечно, если захочу. Я же поэт, мне нужно как-то понимать людей. Так ты бы воспользовался этой... Слушай, братан, я реально понимаю, что у нас обществом заложено, то, что мы должны быть моногамными, что мы не должны изменять, правильно? Ну, я думаю, что это такой советский устой, уклад. Ну да, но в то же время реально, наверное, все бы хотели просто там развлечься, да? Ну, почему-то желание это есть у всех, и оно приходит ко всем всегда, обязательно. Многие просто скрывают и не хотят в этом сами себе признаваться. Да, ни одного человека не знаю реально, ни одного, который сказал бы, что он, да, не хочет этого. Но в то же время сразу же к тебе приходит вопрос, а хотел бы ты, чтобы твою девушку кто-то тоже взял и выебал? Просто... Неправильный подход. Хотела она же, чтобы ее кто-нибудь... Нет, ты хотел бы, чтобы твоя девушка потрахалась с кем-то. А потом ловишь себя на мысли, что ты Саша Долгополов и в принципе хотел бы. А вот потом я его смотрел интервью Долгополу, я подумал, прикольно он живет. Слушай, ну, короче... К этому надо прийти, либо быть человеком, которого можно переубедить. Потому что я вот уверен на все сто процентов, что Саше эту мысль навязали. Что не он сам к ней пришел, а что его бывшая супруга, оказывается, при всем уважении. Но чувствуется какое-то влияние. Я тоже так догадываюсь. Но слушай, можно я скажу вот же мою мысль про Сашу. Я считаю, что именно в силу того, что этот человек настолько интеллектуально развит и действительно он более мудро подходит ко всему этому, менее пристрастно, понимаешь? То есть для него это все вопросы, которые решаемы у него в голове, и он уже видит исход, он же менее пристрастен, он меньше думает эмоциями. Я же вижу, как этот человек рассуждает. У него достаточно мировоззрения такое, ну, как бы тебе сказать, принимающее больше сторон, оно больше понимающее у него. Понимаешь? Но он такой интроверт. Видно, что ему особо-то на это нет дела. У него гибкое сознание. У него нет вот таких вот, короче, штук, за которые он так свято держится, просто потому, что это моральные устои человечества. У него эти устои все более гибкие. Он больше склонен все-таки к конечному итогу всех телодвижений каких-то. Ну, опять же, это его мир. Да, это его мир, в котором... Классно, я бы хотел так же, и беру с него пример. Ты бы хотел так же? Нет, я же тебе говорю, просто он смотрит, он говорит, моя девушка, думает, хочет ебаться с другими парнями. Он думает, моя же девушка хочет, а я же ее люблю, а значит, я должен уважать ее желание. То есть, он такой весь лояльный, толерантный, интересный, то есть, гибкий, и он считает, что... И ведь это, грубо говоря, правильно, его же девушка хочет просто, но при этом, например, она любит его. Он понимает, что он любит ее и хочет, чтобы ее любимая девушка была счастлива и чувствовала себя хорошо. Он просто хочет везде комфорта, везде гармонии. Скорее, здесь отношение к сексу. Да. То есть, ты понимаешь, что это же просто секс, а физика и любовь вещи не часто совместимы. для него несовместимы, потому что, говорю, он очень сильно широкая у него мысль, которая уводит, типа уже не ступориться на том, что, а, девушка моя с кем? Нет. А у него сразу, а почему, как и что, типа, как это будет влиять на его жизнь? Он, наверное, слишком много об этом всем думает. А я, допустим, как парень просто, мою телку кто-то, никогда. Я вот так буду думать. Собственничество. Да, я буду таким, конечно, просто потому, что я такой. Не потому, что я глупый или необразованный и не понимаю, что на самом деле это какое-то устаревшее, каменно-вечное, временное мнение, неандертальское, что я просто мужик, русский мужик, там, или еще какой-то, в печь, сжечь. Это не значит, что я такой. Значит, просто мне так. Это, наверное, вопрос воспитания, и с детства тоже идут какие-то нюансы. Потому что я солидарен с тобой. Я бы точно так же это воспринимал. Я просто, ну да, для меня так. То есть, опять же, секс с двумя девушками, например, я при этом не критикую почему-то. Но, опять же, в качестве того, что девушки, это что-то для меня такое суперкрасивое. Да, все мужики, все мужики бы хотели, каждый мужик хотел бы, там, много девушек, правильно? Правда? Правда или нет? Да, Борис Березовский говорил, я могу изменять своей жене, и она мне... Это такая дурацкая, не лишь дурацкая, это вот такая вот, просто это вот так. Я не хочу, чтобы моя девушка с кем-то еще была, кроме меня. Просто не хочу и все. И это мое личное мнение. Я не говорю, что это идеология, которую я предлагаю. Я говорю, что это я вот так хочу. Это мои принципы, это мои семейные ценности какие-то, которые мне подходят. Я не говорю, что я при этом не эгоист. Я говорю, что это мне нравится. Я смотрел в детстве фильмы, моими любимыми играми был, там, Джеки Чанн, Рональд Шварценеггер, но все вот эти нормальные, там, ребята, которые постоянно пиздились, за то, чтобы спасти свою девчонку, и все, и своих детей. И вот Шварценеггер, мне вот это нравится, очень люблю фильм, подарок на Рождество, или что-то такое. С Рональд Шварценеггером, он должен был игрушку подарить своему ребенку. Да, да, да. Вот. И он немножечко подводил свою семью из-за своей работы. Это когда там в финале фильма он спускается с какого-то склона по снегу, где-то кубарем катится, нет, что я не понимаю. Он летает там в костюме супергероя. Это потрясающий фильм. Он, короче, посмотри, это просто капец, как я люблю этот фильм. Он невероятно крутой, и он действительно, вот в нем вот эти, это мой любимый прям фильм. И в нем вот эти все ценности, которые мне нравятся. Это семья, муж, дети, типа жена, вот эта вся тема. Просто я такой. Я на таком воспитался, мне так нравится. И там еще чувак, который пристает к его жене под предлогом того, что он у тебя, мол, непутевый, а я тебе, тебе нужно забота, тебе нужно внимание. Сука. И при этом он еще друг этого главного героя. Конечно, конечно. Кто-то бы на месте девушки сломался. Я думаю, какое хуило вообще, что ты делаешь, сука? И хочется ему сразу еблет настучать. Типа, и болеешь за своего героя, за того чувака, который все-таки глава этой семьи, который ради своего сына совершает какие-то поступки и подвиги ради своей жены. Просто так. И вот мне вот так нравится, и все. А потом взрослеешь и понимаешь, что такая модель, которая показана в фильме, сплошь и рядом вообще у нас в жизни. Какая? То, что пытаются постоянно... Друг навязывается к жене своего лучшего друга. Ну да, это слишком часто. Ну поэтому не хочется, короче, свою принцессу ни с кем делить, потому что просто она твоя, и ты для нее. И вот такое воспитание, как я, не знаю, ну... А ты в телефон залазил когда-нибудь? Где? Когда? Девушке? Да. Нет, никогда не залазил, кроме одного случая. Смотри, никогда бы не полез в телефон... Не-не-не, просто смотри, конкретно, конкретно я тебе скажу, что... Мне больше всего понравилась эта вот лирическая, полифоническая мелодия, которую ты исполнил. Да просто, братан, тут такая тема случилась в жизни, что я никогда не полез бы в телефон девушке. Ну в моей жизни как-то была такая ситуация, просто в которой конкретно... Тебя провоцировали на то, чтобы ты сам убедился в том, что там что-то есть. Мне показали диалог, мне сказали, вот посмотри, там ничего нет. А я пролистнул, говорю, а это? Вот и все. Вот такое, вот это реально, вот такая ситуация. И как бы... Ты что-то узнал мерзкое? Ну, это... Что-то узнал, да, неважно что. Но фишка в том, что как бы исключительно только по такой причине я заглянул в телефон. Потому что у меня были как бы, знаешь, у меня был ордер на обыск помещения. Ну и были сомнения. Да. Я бы никогда вообще в жизни не полез ни в чью телефон. Но было вот один раз такая хуйня. И она не из приятных. Но я по-прежнему считаю, что нехуй туда лезть все равно. Просто есть, короче, вещи все-таки, которые можно воспринять сразу очень остро. Человек склонен ошибаться все-таки. И оступаться иногда. Это к возвращению в начало нашего разговора. Ошибся? Извинись. Скажи. Да, да, да. Зачем ты молчишь? Бывает такое. Главное, что, ну, просто... Не, действительно. Иногда ты в берем... Бывают такие ситуации, когда девушка там берет телефон парня и понимает, ну, пиздец, он ей изменяет. И тут такая мысль... Если она берет телефон и понимает, что там что-то есть, она в любом случае там что-то найдет, а он не изменяет. Такое тоже бывает. Да, это не круто, когда она лазит там... Еще больше не круто, когда, говорю, лезешь в телефон, находишь там какую-то хуйню незначительную. Всегда что-то там найдет. Да, незначительную. А потом... И потом делаешь из этого дикую проблему. Хотя человек... Ну, бывает такое. Каждый... Вот мы все иногда у нас там бывают какие-то такие приступы легкого похуизма, когда, типа, тебе кто-то пишет какую-то хуйню, ты на нее бы лучше не отвечать, а ты, типа, там, хихиха-ха. Как бы легкий флирт произошел. Ты не хотел с этим человеком не видеться, не изменять ничего, а легкий флирт произошел. Потому что в реальной жизни всегда флирт происходит. Да, да. И в реальной жизни он происходит. Ты реально... Ты же не будешь чекать все видеокамеры, под которые вступала твоя девушка. Ну, а в телефоне, например, твоя девушка чекнет этот легкий флирт. И она скажет, все, дядя, мы расстаемся, потому что ты, сука, изменщик, тебе нужно, наверное, телок ебать, а не со мной быть. Семейная жизнь не для тебя, иди нахуй. Вот. У меня такое было. И ты пошел, куда тебя... Да, я пошел. Потому что... Потому что так сложилось. Ты знаешь, я долго думал об этом и понял, что мужчине важно приходить домой не как на поле боя. Да, конечно. Он должен испытывать тепло, он должен хотеть идти домой. Потому что, когда ты знаешь, что ты сейчас придешь, поешь, и непонятно, как будет развиваться твой вечер, поругаетесь вы сегодня, не поругаетесь. И вот эта недосказанность, эта вот тревога, которая откуда ни возьмись берется, она больше всего и уничтожает все отношения человеческие. Конечно, конечно. Потому что домой должно хотеться возвращаться. И я просто знаю, что, короче, просто должен быть человек с тобой, который не просто тебе подходит, или в которого ты влюблен. Точнее, сначала у вас любовь, и это очень хрупкая точка опоры для отношений. Потом есть понимание, совместимость, чтобы подходили друг к другу. Ну как подходили? Что я это имею в виду? Все-таки у вас должны быть общие увлечения, общие интересы. Если их нет, у вас остается что? Ничего, только быт. Секс и жрачка. Общие интересы – это хорошо, но уважение к твоим интересам – это самое важное. А дальше я говорю еще одну вещь, да, как раз, ты подводишь правильно, к тому, что нужно еще чувствовать вообще полностью всю вот вибрацию твоей жизни, то, как ты живешь, не просто конкретно определенные вещи, которые подходят, которые совпадают, а в общем, то, как ты с этими вещами еще и танцуешь. Понимаешь? Как действует твой механизм твоей жизни? Как ты чувствуешь эту жизнь? Нужно понимать друг друга, как кто ее чувствует, для того, чтобы не создавать сложности, не создавать какие-то резонансные вибрации, которые будут разрушать именно комфорт и гармонию. Можно попросить тебя крикнуть в микрофон? Оу! Все, спасибо. Я просто до последнего сомневался в том, что есть нюансы. Но мы же в наушниках слышим это. Ну, потому что я же не радиоведущий. Ну, вот, и что я хочу сказать. Просто, когда девчонка тебя ждет, например, а ты на студии. Она говорит, я тебе ужин приготовила. А ты говоришь, окей, буду через час. А через час ты не будешь, потому что затянулась на студии, можно быть хоть в вечность. Она говорит, окей, я подожду тебя еще два часа. Она ждет тебя два часа. А ты говоришь, блин, ну еще задержусь. Она говорит, окей, тогда разыгреешь сам, я ложусь спать. И ты такой, окей. Ну, потому что так, твоя жизнь норм. Ты разогреваешь эту жрачку, ты ее жрешь, ты понимаешь, что она не спит. Она тебя ждет до сих пор. Она не так и не легла спать, хотя могла бы уже выспаться. И ты такой заходишь, говоришь, ну что, все хорошо. Ну, и ты понимаешь, что ни хуя не хорошо. Ну, потом извиняешься. Был такой флешмоб, как-то голливудские пацаны фотографировались с табличками Real Men Don't Buy Girls. Вообще нормальные пацаны платят за секс, как считаешь? Ну, вообще думаю, что это личное дело каждого. Я никогда не платил. Исключительно из-за своей... Платил за то, чтобы она ушла. Исключительно. Я почему-то... Ну, я... Можно назвать это обрезгливостью? Думаю, да. Пусть будет так. Я действительно просто... Мне очень не хочется появляться в кабинете там у какого-то уролога, который засовывает палки в пипиську. Ну, а ты рано или поздно необходима процедура? Ну, да. Но лучше я это буду делать как бы стабильно там для поддержания, для профилактики, для проверки, просто для понимания того, что я здоров, чем переживаю о том, что мне пизда. А ты тревожный человек? Ты можешь... В этом плане, да, я очень сильно поэтому ответственно отношусь всегда к сексу, всегда относился. Поэтому я никогда не платил за секс, потому что я просто переживаю. Вдруг я в не очень качественную службу обращаюсь. Ну, потом... Даже не от качества. Даже не от качества, бро. Да, я хуйню сейчас ляпнул. Это просто действительно никто не может быть стопроцентно уверен, что было до тебя, что там происходило и когда все проявится и что вообще проявится. Но это такое... Когда я гуглил, когда я хотел себе шлюху заказать, ну, типа... И думал, я сейчас смогу, я закажу. Я не буду брезговать. Ты пытался себя перелюбить? Я читал в интернете... Я рок-звезда, я могу себе не позволить. Я рок-звезда, я смелый, я смогу. Я читал в интернете то, чем это чревато, и плюс, и минус. И я такое прочитал, что волка боятся в лес не ходить. Я подумал, да, пошел я... А ты кто это такую глупость написал? На каком-то сайте фор-форуме... Типа не бойтесь заказать и проститутой. Да, говорит, да, это возможность того, что вы заболеете чем-то присутствует. Как бы, ну, а что теперь, блядь? Когда она не присутствует, в общем-то. А когда она не присутствует? Она, собственно, присутствует, и когда ты просто знакомишься с девчонками где-то, все это... И там, и там, мне кажется, даже одинаково. Но, опять же, я просто знаю себя, что я буду себе задавать вопросы. Если я познакомлюсь с классной девчонкой, которая мне понравится, и трахну ее в этот же день, блин, и типа что-то произойдет, но, опять же, это произойдет в презервативе исключительно. Никогда у меня не было незащищенного секса вот так с бухты-барахты. Только после предъявления справок. Я такой. Так, подожди. Наш поцелуй слишком далеко. Так я и делаю. Вообще, мой разговор с девушками, с которыми не определено вообще, что у нас за отношения, я всегда завожу такой разговор. Более того, я не всегда хотел отношений. Бывают периоды в жизни у парня, когда ты не хочешь отношений, хочешь секса. И когда я находил девушек, которой я понимал, что у нас с ним произойдет секс, я догадывался, что она тоже достаточно относится к этому как не к чему-то серьезному в дальнейшем, а просто к сексу. Но, тем не менее, даже в накал суперстрасти, когда все происходит, когда мы там уже голые, я говорю, стоп. А сейчас я хочу с тобой поговорить. Мы кое-что должны с тобой уточнить. В момент, когда вы голые, правильно? Ну, то есть, может быть, заранее. Но я всегда, главное, что у меня хватало, на мой взгляд, занудности. Но зато я точно знаю, что я не обидел ни одну в этом мире девушку вот таким вот поступком. Потому что просто... А если я думаю, что я хочу с ним просто переспать, она думает, а она думает, что у нас... наличие физической справки... Нет, я говорю сейчас не про справку. Я говорю сейчас про... Я говорю, что даже справка это еще одно дело. Я говорю про намерение. Если я хочу с ним просто переспать, а она хочет отношений. И я же ее обижу этим, если я просто... Это супер важно. И вот... Подожди, Женя Мельковский. Но если... Да. Вы договорились. Да. Девочки не всегда это понимают. Потом она начинает тебе задавать вопросы. А почему ты мне не пишешь, как дела? А почему ты мне не звонишь? Неужели у тебя такого не было ни разу? Нет. Не было. Реально. Тебя подали суперадекватно. Я очень сильно анализирую. Я прям как психолог всегда подхожу к этому. Я сильно именно... Именно когда я влюбляюсь, я попадаюсь порой не на самых адекватных девушек. Но когда я хочу просто заняться сексом, я сильно анализирую тогда уже этого, человека. И, в общем, да, я останавливаю и говорю, малышка, тут такая тема. Вот у нас сейчас несется это вот... лютый движ английский. Вот, но... Вот это пасхалочка. Да, но... Говорю, я хочу, чтобы ты понимала, что, например, в моей ситуации для меня это является единоразовым, например, актом на данный момент. Может быть, это можно будет повторить, но исключительная причина этого мероприятия является то, что я нуждаюсь просто в физическом соите, ни в коем случае не нуждаюсь в эмоциональной тесной связи и в продолжении отношений. Вот, например, если ты смотришь на эту ситуацию так же, как я, и тоже хочешь просто развлечься сегодня со мной, давай продолжать. Если же нет, все нормально, давай просто оденемся и разъедемся по домам. Либо ты пойдешь к себе домой, либо хочешь, я даже проведу тебя до дома, но, короче, я хочу, чтобы ты точно понимала, что у нас сейчас происходит. Да, это, сука, разрушает всю романтику, но я, сука, спокоен. И ни хрена это не разрушает романтику, потому что если она говорит, ни хуя, я не буду с тобой просто трахаться, это значит, что романтика разрушена по-честному, потому что я ее не хотел. А если она говорит, все, класс, продолжаем, значит романтики не было, это просто секс, правильно? Поэтому я не разрушаю ни романтики, ни человеческой души. Я все делаю правильно. Тут рвут и мечут твои барышни-помощницы. У нас есть еще какое-то время? Да, 10 минут. У нас еще есть 10 минут. Быстро, мы записываем финал. Я просто смотри. Они говорят, что нет, Женя, надо как-то вам прийти к согласию. А тут тема просто, что я опаздываю. Она обиделась на помощнице. А, она обиделась на помощнице. Вообще, директор и пиар-менеджер. Дело в том, что я просто записался на прием к стоматологу. Час ехать, это пиздец. А ехать куда? Ехать куда? А? Да, мы можем это оставить. Да, можем это оставить, да, говори. У тебя, где, на Бауманске? А? Полина сейчас может подъехать, забрать твою машину. Ты уже это все обсудила? Я просила ее просто позвонить стоматологу, спросить, можно ли перенести? Она предложила такой вариант. Да? Ну, ей больше делать нечего. Ну, хорошо, я пойду на метро. Да я могу ее здесь оставить, в принципе, Полина может не кататься туда-сюда. Я могу ее здесь оставить, съездить к стоматологу, вернуться сюда на метро и забрать машину. Пусть малая занимается своими делами. Тут нельзя стоять? Ну, тут, видимо, у вас какая-то договоренность. Руслан, у тебя же есть права. Не хочешь покататься на моей машине? Ну, вообще-то нет. Какая у тебя машина? Chevrolet. А, у тебя комара. Да, я видел фотографии. А можно я покатаюсь? Конечно. Поехали. А можешь ты тогда ее взять и уехать? Ну, кто-то же здесь должен заниматься потом. Ты сегодня сказала, что ты права получила два дня назад и ты очкуешь. А, семь лет назад? Ну, и не каталась я тебе семь лет, да? Ну, вот. Мои друзья уже очень давно говорят, чувак, ты должен попробовать психоделики. Я понимаю, что в этом что-то есть, но внутренне пока что я не готов. Потому что это же тет-а-тет самим собой. Ведь это же самое страшное, когда ты остаешься один на один с своими мыслями. Я не знаю, бывали ли у тебя такие ситуации в жизни, когда мысли приводили к каким-то достаточно серьезным загонам. У меня были. Именно поэтому я сторонюсь всех вот этих вот грибных историй, кислоты и прочего-прочего. Но понимаю, что когда-то, возможно, нужно проэкспериментировать. Давай, давай, сейчас я объясню. У меня реально был момент, когда я стал заложником своих мыслей. И мне прям реально даже было страшно выйти из дома. И я заново начал учиться жить так, как я бы хотел жить. Понимаешь, когда ты сталкиваешься с психологическими проблемами, у тебя к ним что-то приводит. И чтобы из этого выйти, надо просто начать совершать те действия, которые ты боялся совершать раньше. Сто процентов. Тебе надо, если ты мечтал о чем-то, начинать тихонько, это будет очень сложно, это будет очень страшно, но идти к своей мечте. Как бы это банально, сладко и позорно не звучало. Если ты боялся летать на самолетах, ты садишься и летишь на самолете. То есть ты идешь навстречу своему страху. И именно поэтому я понимаю, что, скорее всего, я уже ответил на многие вопросы, которые, в общем-то, возможно, и были бы у меня под психоделиками. Понимаешь? И мне теперь еще становится более страшно из-за того, что если я съем, то что же будет там? Ты пробовал когда-нибудь что-то запрещенное? И помогало ли тебе это в творчестве? В творчестве никогда не помогало. Я ничего сейчас не употребляю и никогда особо не употреблял. Был студенческий год, и все курили травку. Травка. Ну, типа, например, да. Ну, типа, ну, да, я просто, к чему я говорю? Я говорю к тому, что даже травка с моей психикой, с моим потоком мыслей, который у меня дохренища, она просто усугубляла мое мышление. Панические атаки. Да, то есть я слишком много думал, и я не могу просто о, покурил травки, расслабился, хихихиха, ха, нет. У меня всегда было ой-ой-ой-ой, что за дичь вообще у меня было, да. Голова, сердце как сильно колотится. У меня были кошмары всякие. Иногда было прикольно, но не было прикольно на самом деле. Было типа просто по-другому. А сказать так, чтобы реально я покурю травки, и меня это расслабит, нет, никогда. У меня много друзей таких же, которые говорят, что ну-ну-ну-ну-ну-нахуй, вообще пиздец у них, творится пиздец даже от травки. Психоделики. Как-то раз, да, я попробовал какую-то четвертинку, какой-то чего-то, вот, как бы, и, ну, типа, прикольно, что-то там всякие кружились забавные мысли в голове. Но, не знаю, я настолько трезвый человек вообще по жизни, мне нравится мое мировоззрение, мышление. Ты уже к этому пришел, к трезвости. Да, я всю жизнь таким был. Я имею в виду, что мое мышление, я ни к чему, ну, короче, ни под какими наркотиками, ни под каким вообще, что бы я в этой жизни не пробовал, я не был умнее, лучше и, короче, осознаннее, чем просто вот сейчас, никогда. Мне ничто не приводило к каким-то супермыслям. Я не знаю, может быть, это подходит людям, которые, я не знаю, я не хочу сейчас никого обидеть, но, может, кому-то не хватает интересных размышлений в голове. Мне их с головой хватает, в принципе, без наркотиков. Я не пришел ни к какой истине, вот. Хотя мне перепиздило нормально так, учитывая то, что я просто ничего никогда не употребляю, до тогда, когда я схвал эту штуку. Прямо перевернуло с ног на голову. Я с ног на голову, да. Я думаю, что психодели как раз это одна из форм развлечений, когда ты не ищешь в этом каких-то потаенных и глубинных смыслов. Может быть, но и развлечься я не смог. То есть, наверное, это не для меня. Я настолько кайфую именно от... Почему? Я считаю, что это ебучий чит. Это чит. Это не круто для меня. Это чит. То есть, очень сложно проходить игру без читов. Есть такие игры, которые нужно донатить, знаешь, там, деньги вкладывать, либо реально читануть, короче, да. И тебе сразу легко и просто. А если нет, то ты ебешься с этой игрой просто как тварь. Это сложно, это долго. Но это можно пройти. И в этом какой-то дикий кайф. Для меня, вот для меня и в жизни так. Можно нахаваться, схавать ЛСД, там, объесться марок и еще что-то. Каждый день хоть и хавать и познавать что-то. Но ебать, ты от этого не станешь на ступень выше, мне кажется. Для того, чтобы, потому что в этой жизни что-то засечь, нужно не колесами обжираться, а делать дела. Правильно? Понимаешь, возможно, те инструменты, которые дают психоделики, не применяются людьми после выходов из трипов. Понимаешь? Когда ты такой, о, класс, я понял, что надо делать. А потом заканчивается трип и все. Да, сто процентов. То есть, когда это было то, что я схавал, скорее, это было что-то, да, из разряда... Кислоты? Нет, даже. Это было... Нет, 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 кислоты у меня даже не доходило в жизни. Это было просто какое-то любовное... Эйфоритик. Да, эйфоритик. Ну, то есть, и в котором мне сразу тоже показалось, что люди вокруг такие все классные, хорошие, так приятно и красиво, типа. И вот этот человек, который мне, пиздец, вымораживает, он на самом деле такой хороший. Ну, я думал об этом. Но потом я пришел в себя и понял, да нет, ни хуя, меня так же вымораживает. И просто, ну, а все истины, к которым ты приходишь, да, необычные. Да это все хуйня для меня, реально. Это все читы. Люди, которые говорят, да нет, чувак, ты сейчас все поймешь, пиздец. Да нахуя мне что понимать? Я и так все в этой жизни понимаю. Мне нужно будет потом это все применять на практике. Мне нужно потом эту жизнь, жизнь, эту реальную жить, а не вот ту потустороннюю, которую я, может быть, приду и осознаю. Какая к черту разница, к чему я осознаю, если я сейчас пойду к стоматологу все равно, понимаешь? Вот что бы я сейчас ни схал, у меня к стоматологу потом. А потом мне дела делать, потом у меня к концерту готовится. Ну, а ты же не страшный стоматолог? Да, ничего не страшного, потому что это реальные вещи, которые я выбираю, я сам ко всему приду. Мне не нужны читы, мне не нужно, короче, чтобы мой мозг как-то там кучерявило и разбрасывало. Мне, наоборот, очень нравится моя осознанность. Это мозг не буранчик для меня, понимаешь, который можно потрясти и под другим углом вдруг увидеть какой-то пиздец. Мне это неинтересно. Мой мозг, это я строю там все, понимаешь? Это мне нравится, когда я выстраиваю почву, там залили в хуяк бетон, цемент все четко, уголочек, уровень поставили, выровняли, так сделаем дальше, идем дальше. Мне нравится чувствовать, что я твердо стою на своих убеждениях, к которым я пришел по жизни, а не пришел от каких-то эйфоритиков либо кислоты, понимаешь? Мои убеждения, это мои убеждения. Это мне не навеяло, блядь, чем-то. Расскажи про концерт, которому тебе надо будет готовиться, который пройдет с 31 декабря в ночь на 1 января. Ну, это концерт, мы решили замутить фестиваль. Вы, конечно, отчаянные ребята. Ты неужели не хочешь отметить, сидя за столом, с майонезными салатиками? Не, никогда я не хотел так сделать, потому что я обычно переживаю в такие моменты о том, как типа, о, это же праздник, он должен как-то произойти, и что же делать, что же делать? А тебе наоборот хочется всегда работать? Мне кажется, я буду работать, да я не буду думать о том, что я что-то не успел, что-то не доделал. Ебать, я работаю, отстаньте. Ну, во-первых, я не работаю, это музыка. Я не буду сказать, что вот эта работа прям кошмарная. Я не за кошмарами там буду ходить. Я буду выступать, петь песни, это круто. Просто я буду занят, я буду занят, и мне будет чем заняться, и это здорово, это весело. И это фестиваль, на котором будет, это наш первый фестиваль. Там будет много наших друзей классных, которые будут уже выступать, петь песни. И это такая вот тусовка, реально очень прикольно, интересно. Во-первых, мне так не нравится слово «тусовка». Но, в общем, это будет тусовка. Что там будет из друзей? Из друзей будет «Рсак», «Фавлав», «Седьмая раса», «Мирель», «Эмси Нэнси», «Мимо вселенной». И сколько людей туда вмещается? Это «Известия Холл», а там сколько? Тысяча? Больше? Полторы-две. Две тысячи? Две. Так, окей, я как корыстный человек. Можем кого-нибудь провести на эту ночь? Да? Сколько у нас есть входов? Пять? Пять? Рили? Она показывает, что сколько угодно. А, да ладно, давай определим. Ну, нет, пять отлично. Пять отлично. Вдруг найдутся люди отчаянные, которые тоже решат... Может приехать в Москву и отметить Новый год. Ну, да, да, да. Мощная компания. А там рядом... Слушай, я гулял на Красной площади в Новый год. Это очень странное развлечение, честно. Это очень странно. Так, окей, чтобы человек, который попал на концерт Happy New Fest с 31 декабря на 1 января в «Известия Холл», который организует группа «Нервы», давайте что-нибудь придумаем, чтобы написали нам в комментарии какую-то интересную вещь. Может быть, про какую-то свою ситуацию с... С чем? С отказом от наркотиков, но это слишком банально может быть. С извинениями? С принятием, с признанием своей вины? Да, за что ты, дорогой друг... О, за что ты дрался? Наверное, не так. За что ты извинился и избежал драки? Вот так. И избежал тяжелого конфликта, потому что, ну, сейчас... За что ты зассал? Нет, давайте так. Конфликт, который можно было исчерпать, ты его исчерпал и сделал все правильно, извинился и почувствовал себя королем ситуации. Вот расскажи пять самых интересных историй, которые будут в комментариях на канале имени Илона Маска в интересном подкасте, получат пять пригласительных на новогоднюю ночь. Да. Женя, спасибо. Это было круто. Очень здорово, весело. Банночком угощайся. Все доем. Садись в свою комару и отправляйся к зубному. Пробки, я на метро поеду. Интересный подкаст. Интересный подкаст. Интересный подкаст.